Друзья, желаю всем счастья, здоровья и мудрости. Пришло время поделиться знаниями, которые имеют отношение к исцелению от вирусов, от вирусных инфекций. И не только. В связи с вышкой эпидемии коронавируса, которая уносит жизни людей, систему здоровья, которую я писал в своей четвертой книге, можно использовать для того, чтобы защитить себя от этой эпидемии, от инфекций, в частности от вирусов. Это знания, которые исследовали мои учителя, в том числе тренеры по восточным системам здоровья, владеющие секретами китайской медицины. Это ученые, это тренеры космонавтов, спецслужб, это академики. Подробнее вы можете почитать обо мне и моих учителях в моей четвертой книге, которая называется «Альфа-ключ». Сейчас же я хочу вкратце рассказать самые практичные, доступные методы для укрепления иммунитета, для борьбы с вирусами. Есть также бактерии и грибки, три царства живых организмов в нашем теле, от которых зависит наше здоровье. Эти три царства живых организмов взаимодействуют между собой. От бактерий есть и полезные, и вредные, от них зависит наш иммунитет. Вирусы в нашем организме могут размножаться только когда нарушается баланс. Ну, говорят, да, микрофлора кишечника, дисбактериозы, да, почему? Допустим, человек принимает антибиотики или лечит простуду активно травами, которые имеют антибактериальный эффект, мед, пчелиная пыльца и так далее. Вот, забывая, ну, лук, чеснок, да, забывая о том, что, когда нарушается баланс между бактериями, вирусами и грибками в нашем теле, то на место уничтоженных или ослабленных организмов, скажем, в данном случае, залеченных антибиотиками бактерий, уничтоженных почти полностью, вот, на их место приходят другие организмы. Следовательно, бездумно принимая лекарства, антибиотики, мы просто нарушаем баланс. Нужно точечно применять методы, зная против чего, против кого, какие средства. Это чётко должно быть изучено и нужно пользоваться, конечно же, мнениями только специалистов. Но сейчас я не о фармацевтике, не о таблетках, потому что проблема современной медицины в том, что она превращается в ветеринарию и пытается лечить человека, которому, на самом деле, лень, не хочется лечиться, который ничего не хочет делать. Он хочет прийти на готовенькое, принять волшебную таблеточку, чтобы всё прошло. Вот, он не хочет напрягать мышцы, не хочет напрягать мозги для того, чтобы было здоровье. Может быть, тогда и сердечко расслабить. Сердечко наше бьётся и тренируется каждую секунду, а то и несколько раз. Вот, и с него надо брать пример. Например, когда у человека такой тяжёлый диагноз, как ДЦП, синдром Дауна, или ещё что-то посерьёзнее. Это тяжело, об этом приходится думать, думать, как исцелиться от этой болезни. Но почему-то, когда таким больным советуешь подумать о правильном питании или о методах укрепления иммунитета, чтобы не подхватить хотя бы другие болезни, они не всегда это воспринимают, потому что слишком сосредоточены на одном, упуская всё остальное. А опыт показывает, жизнь показывает, что можно быть инвалидом, сидеть в инвалидной коляске и при этом быть знаменитым учёным, или не иметь рук и ног, и при этом быть знаменитым проповедником, который приносит людям пользу. Поэтому, вместо того, чтобы сосредотачиваться на какой-то проблеме, на лечении какой-то болезни одной, можно использовать метод, который в 100 раз сильнее, мощнее, чем метод лечения одной болезни. Почему? Потому что, чем лечить одно заболевание из тысяч, из сотен, лучше укреплять одно единственное здоровье, лучше укреплять свои силы, свой иммунитет, свою защиту организма, чтобы он был более живучим, более жизнеспособным. И когда упущение в образе жизни и в правильном питании, скажем, у человека с диагнозом ДЦП, приводит к тому, что он всё хуже себя чувствует, а ведь в этом причина, то приходится задуматься о том, что нужно расширять свои знания, расширять сознание, впитывать, обучаться, учиться, воспринимать новое. Человеку, больному ракам, очень трудно что-нибудь рассказать, он не может сосредоточиться, успокоиться. Конечно же, это тяжело, конечно же, страх. Но в этом и причина, возможно. Есть болезни, которые можно вылечить только личными усилиями, иначе никак. И вот почему-то вдруг учёные придумывают лекарства, которые облегчают страдания людей с диагнозом ДЦП. И это лекарство состоит из чего? Из лесных ягод. Какие-то вещества, полученные из лесных ягод, оказываются, очень сильно воздействуют и улучшают состояние при ДЦП. Вот надо же. Почему бы не задуматься раньше о здоровом образе жизни? Почему нужно сидеть всё время дома и сосредотачиваться на плохом? Ведь сила мышления тоже имеет свою роль в нашем здоровье. То, что мысли материальные, я уже даже не доказываю. Мастер, который сделал этот стол, сначала подумал о том, чтобы сделать стол, а потом продумал о том, каким он будет. Он мечтал об этом, он строил планы, рисовал чертежи. И в результате появился стол, вот и доказательства материальности мысли. Так что начинать лечить любую болезнь с развития сознания, с философии медицины, это очень даже логично. Что же касается именно борьбы с вирусами, то можно сказать следующее. Например, при лечении гриппа не спешите принимать антибиотики. Возможно, ваш грипп вызван вирусами, а не бактериями. Если вы будете принимать антибиотики, вы просто поможете своему гриппу, своим вирусам. Вы уничтожите бактерии, которые есть в нашем кишечнике, а от них зависит очень большой процент нашего иммунитета, нашей иммунной системы. Вот. В таких случаях при вирусных инфекциях надо принимать антивирусные препараты, а лучше антивирусные растения использовать и усиливать роль полезных бактерий в своем организме. Закваски, йогурты, пробиотики, другие методы. Быть на природе, на чистом воздухе, в лесу, потому что, когда мы находимся в лесу, то не только наша кожа заселяется полезными бактериями, микроорганизмами, не только на коже они начинают действовать на наше тело, но и через кожу мы впитываем эти вещества, мы вдыхаем эти бактерии, они становятся частью нашего организма. Почему это важно? Например, в Советском Союзе в каждой аптечке для солдата в армии была такая таблетка с засекреченным составом и на инструкции к ней было написано «Прими это во время атомного взрыва и выживешь». Так что же это за таблеточка такая, которую можно принять во время атомного взрыва и выжить? Мы бы этого никогда не узнали, но состав этой таблетки уже рассекречен. Прошло много десятилетий, и мы не знали, не владели этими методами, а теперь мы знаем это. так что же содержалось в той волшебной таблетке? Оказывается, далеко в Сибири, в Сибирской тайге ученые собирали определенные штаммы бактерий, которые живут только в очень экологически чистых условиях. В городских условиях эти штаммы бактерий не выживают. Штамм это значит вид, виды бактерий. В городских условиях они не выживают. Стоит лишь немножко, немножко воздуху быть загрязненным какими-то токсичными, скажем, выхлопами автомобилей, отходами бензина или работающих предприятий. И эти бактерии погибают от этих токсинов, они очень чувствительны к ним. Оказывается, они были найдены только в чистой природе, эти штаммы были выделены и исследованы учеными. И оказалось, что наш иммунитет зависит от этих микроорганизмов, вот этих бактерий и можно принимать даже этот препарат, можно принимать этот препарат для того, чтобы очень сильно повысить защитные силы организма. то есть в этой волшебной таблетке, которая защищала даже от ядерного взрыва, были обычные культуры самых полезных бактерий с чистой природы. теперь повторю свои слова. Чаще бывайте на природе, дышите свежим воздухом, и ваш организм будет заселяться полезными микроорганизмами, которые создают ваш иммунитет. Теперь эти слова звучат уже по-другому. Дальше. Существуют противовирусные растения, такие как например береза. Береза, чага очень хорошо действуют и помогают исцелить многие серьезные болезни. О противовирусных растениях вы можете также узнать самостоятельно. В этом ничего секретного нет. Стоит лишь обратиться к народной медицине. Да, так как же называется эта волшебная таблеточка сейчас? Препарат, который выделен был из полезных для нашего иммунитета культур бактерий, которые живут только в чистой природе, называется Ветом. О нем рассказал профессор Жданов в своем видеоролике на Ютюбе, который называется «Кажется лекарство от всех болезней». Советую посмотреть. Дальше. Если у нас есть вот эти три царства живых организмов, бактерии, вирусы и грибки в нашем теле, то, например, принимая противогрибковые препараты, ну, допустим, когда проблема с грибковыми заболеваниями у человека достигла уже выраженного проявления, человек начинает принимать антигрибковые средства. Они уничтожают грибки и получается, что лучше себя чувствуют бактерии и вирусы. Почему? Мы все знаем, что есть такой препарат, пенициллин. Пенициллин создан из чего? Из плесени, из грибков, из пеницилла. И этот препарат прекрасно справляется с уничтожением многих видов бактерий. Так что в нашем организме грибки сдерживают наступление бактерий на наше здоровье. То есть они тоже нужны. Так что видите, мы просто баланс, такой динамический баланс между живыми организмами в нашем теле. И не только бактерии, грибки и вирусы, но и другие есть паразиты, которые нами питаются внутри нас. Не будем сейчас об этом глисты и прочие черви, сосальщики, ленточные и так далее, которые вполне могут быть у 90% людей 100% людей в какой-то период жизни. От них никуда не уйти. Просто если иммунитет не справляется, то происходит заражение. Допустим, всякие стрептококи, стафилококи, споры грибков, яйца глистов, все это есть в простой пыли, в воздухе. Мы все это вдыхаем, но организм борется. А если мы вдруг нарушаем баланс между этими, как минимум тремя царствами организмов в нашем теле, то тогда организм не справляется. Так что в первую очередь хорошенько надо думать перед тем, как начинать лечить свое физическое тело химическими методами, то есть таблетками. Лучше обходиться природными методами, например, тот же пример с грибками. Если у человека появилось грибковое заболевание, не обязательно пить антигрибковые таблетки, может быть просто нужно убрать из питания сахар, в первую очередь сахар, углеводы ограничить, мучное, всю переработанную пищу неприродную, в которой нету защитных, помогающих нашему иммунитету веществ, в которых осталась только полуразлагающаяся материя, жареная, вареная, перемолотая, все этого в природе нет. Природа выращивает для нас то, чем нам лучше всего питаться. Плоды, овощи, ягоды, грибы и так далее. То есть, можно найти себе питание живое, полноценное, не переработанное. Поэтому важен принцип «бери у природы, не бери у людей». что насчет питания. Что касается роли эмоций в работе нашего иммунитета, в работе наших гормонов, в нашем здоровье, я сейчас не буду этого касаться. Я также не буду касаться темы энергетических практик, потому что она является для многих сомнительной. Как правило, для тех, кто не постарался просто хотя бы поучиться, поузнавать, прийти к реальным мастерам, которые владеют этими методиками. Просто начал, просто сходу все отрицают, как научили в школе. И так и живет со школьными знаниями. Что касается научности методов, наука продвинулась уже на много-много десятилетий вперед от того уровня, который мы знаем о ней. Все, что сейчас рассекречено, все, что сейчас используются в нашей медицине, все, что, все технологии современные, компьютерные, которые используются сейчас, это все уже выброшено на рынок в связи с ненадобностью. То есть, это все безнадежно устарело. Есть уже современная наука, закрытая наука, в которой разработаны такие вещи, что лучше я вам рассказывать не буду. Может, как-нибудь расскажу. Потому что этой закрытой наукой кто-то занимается, кто-то ее двигает, развивает, кто-то делает открытие, это же логично. В результате у нас есть знания, у меня есть некоторые знания от моих учителей, которые не только рассказывали об этом, но и давали некоторые методики. Что касается даже самых-самых загадочных, сомнительных, невероятных методов, которые уже давно проверены, давно исследованы и действуют и волновая медицина, и теория торсионных полей и так далее. Все уже разрабатывается и исследуется очень тщательно. Вот, друзья, как мы видим, наша антивирусная защита связана не только с нашим телом, нашим иммунитетом личным, а также с теми микроорганизмами, которые нам помогают выработать иммунитет. Мы уже знаем, что для того, чтобы наш организм заселялся ими полезными бактериями, пробиотиками, грибками, нам надо находиться в экологически чистых местах. Нам желательно хотя бы гулять в парках, хотя бы выезжать в лес на выходных, укреплять свой организм и тогда он будет более защищен от всех этих инфекций, потому что при любой эпидемии кто-то болеет, кто-то не болеет, кто-то заражается быстро, кто-то долго сопротивляется инфекции, кто-то болеет очень сильно и тяжело, кто-то поверхностно, то есть у каждого свои свойства, от чего же они зависят, я считаю, вот как раз от того, насколько мы находимся в гармонии с природой, потому что природа вокруг нас и природа внутри нас, это одна и та же природа. Природа снаружи от нас, бактерии, скажем, леса, полезные бактерии, грибки, когда мы гуляем в лесу, они уже находятся внутри нас, сразу после каждого вдоха, и мы сливаемся таким образом с окружающим миром, это укрепляет нас, это делает нас едиными с землей, едиными с природой, и вот это единство дает нам силу, дает нам здоровье и иммунитет. Поэтому нельзя быть просто отделенным, сидеть в какой-то бетонной коробке, наполненной парами красок и лаков, и при этом быть здоровым нет, нельзя, потому что этими токсинами уничтожается наша микрофлора, наши полезные пробиотические микроорганизмы, вот, любая таблетка бездумно принятая, особенно антибиотики, вот, она, конечно же, помогает уничтожить бактерии, в том числе и полезные, очень полезные, и она помогает развиться грибковым заболеваниям, помогает вирусам, поэтому вместе с антибиотиками, как правило, назначают антигрибковые препараты, ну, давайте назначим еще с антибиотиками и антивирусные препараты, давайте вообще там придумаем 100 таблеток или химиотерапию, от которой вообще человек умирает, и все специалисты сами понимают, что это терапия, просто яд, который уничтожает все клетки организма, ну, так вот, вместо того, чтобы заниматься такими глупостями и вылавливать каждую бактерию и убивать ее все новыми и новыми таблеточками, нужно просто элементарное понимание того, что происходит в организме. Дальше, важный момент, щелочная среда нашей крови, в нашем организме помогает бороться нам с вирусными инфекциями. Щелочная среда создается в нашем теле, когда мы правильно питаемся, когда мы едим естественную пищу, непереработанную, когда мы не переедаем, когда тренируемся, когда имеем хороший обмен веществ, не застаиваемся, да, то есть встаем утром, пьем горячую водичку, делаем зарядочку, водичка расходится по всему телу, и так начинается наш день, потому что все процессы, в том числе иммунитет, иммунные реакции, все начинается, все происходит в воде, все происходит в нашей крови, в межтканевой жидкости, других жидкостях тела, поэтому, чтобы запустить иммунитет, чтобы кровь выполняла свои функции хорошо, нужно, чтобы она была жидкой, чтобы она имела щелочную среду, вот, поэтому утро без горячей водички невозможно, утро без зарядочки невозможно, если человек утром не делает зарядочку, разминочку, это застой обмена веществ, и в том числе нарушение иммунитета на целый день, вот, поэтому обязательно нужно создавать себе крепкое здоровье, что же такое крепкое здоровье, как можно сравнить здоровье, не подраться же двум людям, для того, чтобы сравнить, у кого крепче здоровье, а почему бы и нет, крепкое здоровье зарождается у нас от укрепления нашего тела, укрепления нашего тела укрепляют не только наши мышцы, мышцы начинают работать, они согревают, кровь помогают двигаться, помогают прочищать все сосуды, освобождают нас от шлаков, от застоя, и от этого зависит тоже наш иммунитет, потому что где застой, туда кровь и иммунные тела не попадают, вот, там развивается любая инфекция, поэтому все эти артриты, болезни суставов, старческие болезни, инфекции развиваются чаще всего там, где просто есть застой, где человек, как правило, не думает о том, как поменьше есть, а думает о том, как поменьше двигаться, потому что, ну да, может быть трудно, трудно двигаться, трудно ходить, сидеть, но чем меньше и с молодости начинаешь двигаться, чем меньше тренируешься, чем больше сидишь, тем больше развиваются инфекции, болезни, и тем труднее становятся, поэтому нужно преодолевать эти трудности и двигаться, несмотря ни на что, правильно жить, делать упражнения, лучше всего, конечно, обратить внимание на восточные системы, они древние, проверенные, работают как на физическом, так на энергетическом уровне, универсальные, йога, тай-чи, цигун, кунг-фу, делают человека более живыми, западные виды спорта, это детский садик по сравнению с восточными методиками, и в этом есть допустим такой момент, что китайские спортсмены всегда часто побеждали на международных соревнованиях, на олимпиадах, потому что у них есть вот эти методы восстановления, методы укрепления своего тела, которые культуры тела, энергетического тела в том числе, эмоции, которые передавались предками с древности, открыты были многими поколениями умнейших людей, которые прожили свои жизни, поэтому и настоящая истинная наука должна базироваться на этом опыте предков, потому что смешно говорить, что вот мы жили много тысяч лет, вот наша цивилизация развивалась, и как-то люди лечились, и были и целители, были и травники, были ученые, врачи, которые делали операции, допустим, Авиценна, уже тысячу лет назад делал операции по удалению катаракты, вот, все это уже было, и тут лет двести назад рождается вдруг наука, которая говорит, что все прошлое бред, и я самая умная, ну, это неудивительно, потому что любой ребенок знает, что он самый умный, а родители глупее его, вот, так что вот это наша наука, ну, стандартная, современная, да, настоящая наука, конечно же, это ученые высшего уровня, академики, в том числе мои учителя, которые на самом деле мыслят, на самом деле открыты для изучения нового, на самом деле руководствуются фактами, а не своими, на самом деле чужими научными, так называемыми, мнениями, которые с определенными целями внушаются через некоторых продажных ученых и так далее, для того, чтобы лучше продавать свои услуги, услуги ветеринаров, простите, врачей, которые полностью исключают роль пациента в лечении, и пациент превращается фактически в подопытного кролика, на котором ставят эксперименты какой-то молодой врач, использующий знания, которые получил за каких-то пять лет в своем медицинском университете. А получил ли он эти знания вообще? Например, в Тибете врачи учатся 30 лет, и сдают экзамен, на котором должны вписать все свои знания, а не вытянуть билетик и методом тыка получить диплом. Поэтому давайте вернемся к нашей теме к лечению от вирусов. Что мы установили? Значит, гармония с природой в первую очередь. Хорошая циркуляция крови в результате водички, чистой водички, которую надо пить не только по утрам. Многие рекомендуют пить несколько литров воды в день. Главное, чувствуете, не насилуйте себя, чувствуете, сколько вам хочется. Если вообще не хочется, то знаете, что организм все-таки требует воду. И это негативная привычка, когда воды не хочется, а хочется кофе или еще чего-то. Это просто вредная привычка, которую надо убрать. Любую привычку можно убрать с помощью сознания, самоконтроля, формируя другую привычку. вода. Да, о качестве воды я сейчас тоже не буду много рассказывать. Эта тема на много часов. Это важнейшая тема. Рекомендую посмотреть на эту тему фильм «Вода», где ученые, настоящие исследователи рассказывают о свойствах воды, об удивительных свойствах воды. И священники, которые также говорят о отношении духовных учений к воде. Фактически вы сами понимаете, что вода это основа нашей жизни, потому что мы состоим из воды. Ее качество очень важно. Вкратце надо пить воду из родников или из колодца или в крайнем случае из скважины бювета. Эта вода природная, качественная, она должна быть чистой. Старайтесь не пользоваться никакими фильтрами, а просто найти чистую природную воду. значит это это обеспечит хороший иммунитет и сделает его на порядок выше. Вода из крана не воспринимается телом. То есть вода из крана перенасыщена ядами, с которыми организм уже начинает бороться и тратит свой иммунитет на эту борьбу. Так, чистая водичка с утра, можно содой, чтобы создать щелочную среду, которую я рассказывал, можно применять еще и соду. Это тоже отдельная тема. Тоже дам вам ссылочку, чтобы сейчас не загружать и уложиться хотя бы в полчасика, часик времени. Рассказываю самая важная ссылочка на применение соды. Это академик Ньюм Ивакин, профессор Агулов Симончини, который лечил содой даже рак с любой стадии. То есть рак это не всегда рак на самом деле это как установили ученые иногда бывает ошибочный диагноз никто от этого не застрахован и человек умирает не от метастазов а от развития обычной грибницы обычной грибковой инфекции в организме при этом принимая всякие ядовитые химические препараты делая химиотерапию еще больше уничтожая свои бактерии и давая прекрасно размножаться грибкам и дальше то есть рак усиливается в данном случае так называемый рак и побеждает с помощью химиотерапии которая уничтожает его естественных антагонистов бактерий которые создают иммунитет дальше значит как пить соду как принимать соду смотрите академика огулова дальше как тренироваться как правильно разминаться делать зарядочку тоже имеет значение что такое иммунитет и как на него влияет состояние нашей кожи это тоже отдельная тема вкратце утром пока вы еще не оделись после пробуждения нужно растереть свою кожу руками все все тело хорошенько растереть промассировать при этом среда крови организма становится ближе к щелочной это усиливает наш иммунитет то есть обычное поглаживание кожи обычный самомассаж меняет состав нашей крови и усиливает иммунитет также сильно на нас действует тренировочка хорошая тренировочка на свежем воздухе в лесу желательно желательно в чистом лесу в крайнем случае в парке где все равно есть больше полезных бактерий и других микроорганизмов которые мы впитываем и встраиваем свою систему и которые начинают работать на нас на наш иммунитет в нашем организме имеется от килограмма и больше разных бактерий полезных и вредных и грибков и других организмов больше килограмма то есть мы такой получается симбиоз такое царство природы наши клеточки вот мы говорим наше тело да наши клеточки нашего тела наши бактерии наши вирусы и другие наши паразиты которые живут в нашем царстве да то есть надо быть хорошим правителем для своего царства для своего организма если человек может быть хорошим правителем для себя он может быть и другим принесет пользу то есть начинать надо с себя изучать себя познавать себя так что у нас еще о вирусах хорошо коронавирус что за такой вирус сколько было новых разных вирусных невирусных бактериальных куриный гриб да мы все прекрасно знаем где кто их создает для того чтобы уменьшать численность населения об этом тоже не буду сейчас на это ссылаться кто захочет дам ссылочку пишите в комментариях спрашивайте дам ссылочки по любым вопросам то есть это знание то что я вам сегодня рассказал не я придумал если возникли какие-то сомнения конечно же пишите и будем обсуждать все истина не рождается в споре но есть знания есть у кого-то есть вопросы если вопросы не задаются они не получают ответов поэтому вопросы надо задавать и тогда будет более понятна тема которые вас интересуют по лечению других сложных болезней если возьмем скажем скажем рак или другие сложнейшие болезни у меня также есть наблюдения результаты так как я целитель я никогда не лечил людей какими-то методами которые ну почти никогда какими-то методами которые можно назвать лекарством да то есть иногда для того чтобы вылечиться от хронической болезни достаточно изменить питание и через месяц вот у меня были такие случаи через месяц у человека проходила болезнь которая хроническая болезнь которая была у него два года то есть пять минут разговора со мной сразу коррекция питания и через месяц хроническая болезнь уходит вот так это действует ну что немножко немножко пользы для вас в качестве как бы рекламы то есть я могу разобрать причину ваших болезней провести такую серьезную аналитику если вы хотите если у вас есть проблемы по здоровью то обращайтесь и просто я буду вас спрашивать вы мне все расскажете как вы живете как питаетесь ну 90 процентов этого видно по телу по организму по состоянию кожи вот китайская медицина способна определить больше 100 болезней по одному лишь прикосновению к вашему пульсу вот то есть многое видно уже при первом взгляде на пациента и много можно сказать ну такое уточнение информации как которое происходит при общении когда человек рассказывает как он питается как он живет и тут же вот сразу видно какие-то ошибки какие-то грубые может быть ошибки ну например у одного пациента я нашел грубую ошибку в образе жизни он ее исправляет и через какое-то время болезнь проходит ну например большая ошибка это не делать утром зарядку как вы уже поняли большая ошибка если вы делаете утром зарядку не пить перед этим горячую водичку это тоже большая ошибка огромная ошибка пить водичку из крана думая что фильтры ее почистят это заблуждение ну какое-то время так можно конечно протянуть но если вы хотите иметь крепкое здоровье а не протянуть как-то подольше дакую как потому что ведь протянуть это значит что это значит качество жизни увеличиваю уменьшается это значит настроение хуже значит вы хуже себя чувствуете откуда-то берется усталость откуда-то берется депрессия какие-то эмоции негативные злость возникают почему потому что тело элементарно живое оно хочет бороться за свое выживание оно вырабатывает адреналин возникает злость зачем нужен адреналин для того чтобы спасаться бежать или нападать как это в природе действует когда опасная ситуация мы пугаемся чего-то у нас вырабатывается адреналин и тут же мы действуем или защищаемся или убегаем то есть или защита или или нападение или убегание два метода нет такого метода как испугаться и стоять сидеть лежать ничего не делать то есть нет такого метода в природе в таком случае просто организм начинает разрушаться адреналин не выработавшийся в процессе тренировок то есть если человек не тренируется адреналин у него накапливается в теле и начинает разрушать раздражать нервную систему ухудшает в том числе иммунитет вот к чему мы пришли то есть умение выражать свои эмоции в движении обязательно движение тела не не воображение какое-то там да розовый шарик упал мне на верхнюю чакру я стал просветленным вот это все конечно немножко работает да как самовнушение да даже плацебо работает все врачи знают что работает плацебо эффект плацебо да но почему-то отрицают религию но если вы знаете что плацебо работает то не надо отрицать что работает и любые внушения в том числе какие-то молитвы да какие-то вызывания к высшей энергии к божественной энергии к богу это тоже работает почему бы не ввести если это работает почему бы не ввести это процесс лечения ну если человек пребывает в какой-то религии если занимается ей то это возможно если нет если человек атеист если человек верующий в атеизм вот то есть верующий в то что нету того что даже не может доказать ну в общем это все сложно то тогда конечно труднее все почему потому что религия это не только средство для контроля обычных людей с помощью знаний каких-то это средство это так религия используется неполноценными ущербными людьми для того чтобы получить здесь какой-то ограниченный период времени какую-то иллюзорную кажущуюся им власть над людьми вот в результате уничтожить свое существо уничтожить себя как человека как истинного человека вот продать свою совесть в результате как минимум жить в депрессии с продажной с грустной совестью да когда человек живет в депрессии с грустной совестью он от этого не станет здоровее не станет более здоровым от этого иммунитет не укрепляется когда совесть не очень вот и когда человек живет в таком эмоциональном состоянии то естественно он уже от кармы не застрахован он не застрахован от коронавируса от других инфекций потому что он становится слабее человек который предал свою душу свою совесть который знает это тем более он конечно же будет более слабым он будет менее защищен от случайных эпидемий болезней и так далее поэтому конечно же друзья надо следить за чистотой своей совести чтобы вы могли легко дышать свободно выходить на природу заниматься без гнетущих мыслей о прошлом о будущем надо уметь освобождаться работать над собой с помощью методик которые конечно же есть в древних учениях которые берет современная наука частично пытается их применять ну например когда юнг чего-то там изучил почитал о йоге он придумал такую науку которую назвал науку о душе психология но он забыл что если наука о душе то в ней должно быть хоть что-то о душе поэтому оставил вот такую шутку науку о душе в которой нет понятия душа ну ладно мы простим ему это наверное потому что мы уже понимаем что что-то тут не так явно что-то тут не так ну раз частично психология работает так же как и молитвы как внушение вот как думают как считают ученые некоторые то пускай она работает пускай она приносит хоть какую-то пользу людям каждый врач каждый целитель лечит исцеляет ровно так как может вот ровно настолько настолько стремится вот насколько хочет отдать себя своему делу исцелению людей если вот я как-то с детства изучал системы здоровья все читал все собирал информацию изучал биологию химию в университете философию духовное учение и так далее пытался ну все с желанием помочь людям поэтому я и записываю сейчас этот свой рассказ стараясь хоть как-то принести вам пользу помочь может тем кто способен дослушать это кто способен мыслить способен к логическим каким-то построениям и понять то что я говорю потому что но я не сам это придумал это знание академиков о которых я уже упоминал ну и так далее в общем надеюсь чем-то вам помогу этими знаниями если что-то кому-то надо что-то кому-то интересно что-то зацепило все пишите в комментариях не стесняйтесь отвечу всем всем отвечу постараюсь по крайней мере чтобы все вы были здоровы потому что это моя цель жизни я посвятил этому много времени как минимум сознательных 30 лет вот пытался понять все эти загадки и Востока в том числе многолетними своими усилиями в тренировках изучении восточной практик и медицины и западной науки и различных духовных учений в которых конечно же в культуре которых есть очень много для нашего здоровья ну например возьмем какое мы возьмем наугад духовное учение суфизм да суфизм или суфистская медицина есть очень сильная мощная связан суфизм связан с исламом где есть такие традиции различные традиции чистоты допустим омовение пять раз в день да никому еще не помешало мыть руки ноги желательно и все тело пять раз в день это естественно приводит к укреплению иммунитета и к закаливанию и впитыванию к впитыванию влаги в организм что тоже очень важно через кожу это очень очень важно когда мы принимаем ванную например мы можем впитать через кожу больше чем стакан воды мы очень много впитываем кожа это очень чувствительный такой механизм в том числе механизм иммунитета я уже говорил о том что утром и не только утром как можно чаще несколько раз в день проглаживать кожу руками все свое тело простукивать потому что простукивание как влияет на укрепление иммунитета простукивание вот например проглаживание массажами вы не можете достичь костного мозга внутри костях а костный мозг это орган иммунитета в частности то есть костный мозг нужно как-то стимулировать он стимулируется тогда когда все тело работает когда вы тренируетесь бегаете стучите вот ножками о землю тогда в костях костный мозг начинает тоже стимулироваться там усиливается кровообращение обмен веществ и улучшается работа иммунитета то есть вибрации это еще один важный метод усиления иммунной системы вибрации вибромассаж он не только прочищает кровеносные сосуды как прекрасно показал Кацудзо Ниши в своей системе здоровья вот он не только так действует но он стимулирует все все органы тела он дает пользу всему организму в том числе укрепляет его физически и приближает нас к понятию крепкое здоровье то есть простукивание костей простукивание легкое простукивание области почек области головы стимулирует нашу нервную систему скажем чаще умываться умываться промывать набирать немножко воды в ноздри в носик и не втягивать ее внутрь а вот таким образом промывать нос чтобы там лучше работала слизистая чтобы там меньше было грязи из инфекции из воздуха так как нос предназначен для того чтобы защищать нас чистить воздух согревать и увлажнять поэтому когда вы находитесь допустим в большом скоплении людей чего стоит избегать и лучше общаться с чистой природой почаще так вот если вы приходите домой из какой-то из какого-то метро транспорта больших собраний людей нужно промыть носик соленым растворчиком соды теплая водичка так чтобы не обжечься внутри слизистая очень чувствительная то есть немножко теплая водичка чайная ложечка соли допустим без горочки на пол-литра воды или немножко меньше воды на 200-300 грамм у каждого свой организм каждому своя концентрация соли лучше подходит так что ищите опытным путем соль сама по себе уже очень хорошая хороший дезинфектор вот значит потом эту водичку пол-литра водички ложечку соли и немножко пятую шестую седьмую часть даже можно больше если не пить если промывать носик то есть это почти наружное применение скажем так пятая часть ложки чайной соды значит также добавляете в этот соленый физиологический растворчик размешиваете и промываете нос но внимание не так как новички советуют новички йоги учат промывать нос то есть втягивая через нос воду снаружи и потом выплевывая ее через рот вот так лучше не делать лучше научиться сначала с самого начала ну это может и невозможно с самого начала ну после загрязненных в общем людных мест промывайте нос обязательно изнутри наружу то есть набираете в рот вот этот растворчик полезный который уничтожит там все бактерии и вирусы в гайморовых полостях в носу и у вас будет чистый нос без уменьшиться шансы заболеть гриппом в том числе коронавирусами всякими которые через воздух тоже могут передаваться не только через предметы через пыль и так далее в общем через дыхание других людей через капельки которые влаги слюны при разговоре и так далее в общем промывайте так носик изнутри наружу обязательно вот таким раствором с солью немножко соли и соды и тогда уже можете находиться дома эта инфекция не впитается в кровь и не пойдет внутрь в легкие то есть ни в коем случае нельзя скажем через нос втягивать воздух активно чтобы он шел в легкие нежелательно то есть слизь желательно носик желательно прочищать изнутри наружу а не наоборот дальше никогда не вдыхаем воздух ртом никогда ну просто никогда ртом в легкие без носового противогаза нашего не вдыхаем только через нос вдыхаем через рот ну разве что при определенных дыхательных упражнениях только не в душных залах по йоге а йоги вообще-то всегда занимались в лесах в горах своими упражнениями так что не дышите через рот тем более в душных залах будьте чаще на природе дальше холодный воздух тоже нельзя вдыхать через рот тем более даже если он чистый что еще у нас ослабляет иммунитет холодные газированные напитки холодное квас пиво холодное молоко шампанское и так далее но я вообще не говорю об алкоголе его лучше не употреблять особенно если хотите быть защищенными против вирусов алкоголь не употреблять он помогает вирусам почему смотрите есть бактерии алкоголь уничтожает бактерии ну да стерилизует наше тело хорошо алкоголь не уничтожает грибки ну в какой-то мере да но в такой мере он не всасывается в наше тело чтобы везде уничтожить грибки потому что во-первых алкоголь сам выделяется грибками то есть дрожжевыми грибками вот он не действует так то есть он действует на бактерии так как продукты жизнедеятельности грибков в нашем организме они защищают от их от бактерий и вирусов вот то есть алкоголь если вы пьете я вам сочувствую и не рекомендую это делать по разным причинам советую об этом послушать академика профессора Жданова он очень хорошо об этом рассказывает как люди теряют здоровье память руки в том числе ноги конечности пальцы в результате простого злоупотребления алкоголем алкоголь сгущает кровь и кровь становится густой почему потому что слипаются ее элементы клеточки он алкоголь разрушает жировые прослойки оболочки да мембраны клеток иногда полностью особенно мозг страдает от этого потому что клеточки состоят из жира в том числе и вот когда когда становится густая кровь так называемый эффект виноградных гроздьев то есть эритроциты слипаются она плохо проникает в самые мелкие капиллярчики возможны тромбы возможен застой и нарушение обмена веществ возможен инфаркт инсульт и так далее в общем это очень опасно алкоголь лучше не употреблять совсем и так как он уничтожает бактерии то вирусы они сразу размножаются лучше и быстрее то есть алкоголь при вирусных инфекциях он не помогает он мешает опять же ну дальше допустим к примеру есть такой закон не закон а совет совет в суфийской медицине это спать на спине то есть не на животе а на спине ну наверное это связано с тем что когда мы спим на спине это полезнее всего потому что в первую очередь получает кровь то есть кровь стекает как бы ну вниз да она ночью хуже циркулирует поэтому на ночь тоже кстати пейте водичку обязательно горячую водичку на ночь если кому-то лень бегать в туалет то поймите что ну ночью просыпаться бегать в туалет это естественно в лесу допустим в природе нет животных которые там спят 8 часов там или 12 часов они спят до тех пор пока их кто-то не разбудит и тогда они решают проблему там спасаются или просто спят очень чутко настороже поэтому не бойтесь вставать ночью в туалет это не опасно вы не в лесу даже вот что очень плохо кстати в чем даже есть минус потому что в лесу если вы спали в палаточке то стимулируется ваша нервная система и вы становитесь более собранными активными и иммунитет повышается вот поэтому в тренировках помните что не только надо таскать тяжести отжиматься подтягиваться надо еще иногда и стимулировать нервную систему то есть ну какие-то хотя бы легкие спарринги там упражнения там с партнером хотя бы игра в мячик и так далее в общем стимулировать надо нервную систему для этого многие ищут адреналинчик многие ищут экстремальные виды спорта экстремальные виды спорта нужно именно для этого для стимуляции мы это чувствуем мы это знаем так что не обязательно искать какие-то какой-то экстрим опасный достаточно скажем изучать движение кунг-фу заниматься работать для своего здоровья не не травмировать себя слишком частыми спаррингами и так далее то есть заниматься больше думая о будущем а не о том как удовлетворить свою гордыню кого-то победить вот потом лечиться долго и так далее то есть лучше быть настроенным на поддержание укрепления здоровья если человек это понимает у него больше шансов выжить даже во время эпидемии коронавируса или другого любого вируса и так далее то есть все дело все дело в знаниях все дело в мозге в мышлении потому что например такой случай очень показательный одна женщина болела раком был диагноз онкология она очень расстроилась была естественно расстроена жила в постоянной депрессии и тут она ехала в общем на работу за рулем автомобиля ей позвонил врач и сказал что диагноз был поставлен ошибочно женщина так обрадовалась что забыла что она за рулем автомобиля попала в аварию и мгновенно погибла вот так так что друзья лучше думать о будущем лучше думать о здоровье лучше делать себе крепкое здоровье создавая крепкое тело правильными тренировками желательно не западными тренировками особенно если вам за 20 и вы уже начинаете умнеть шутка особенно если вам за 40 за 50 и вы уже начинаете умнеть и понимать что западный спорт ну как-то уже тяжело идет допустим до 35 где-то я прыгал сальто а потом задумался может быть заняться чем-то более полезным потому что как-то уже ну нелегко да ну у каждого свой организм у каждого свое тело у каждого свои цели в жизни конечно трудно быть совершенными во всем трудно все успеть трудно быть чемпионами и академиками одновременно хотя у многих получается так что друзья желаю вам счастья здоровья совершенства мудрости я на связи если что пишите будем разбираться в любой теме по любому вопросу будем искать в чем же все-таки истина если вы чем-то не согласны что я сегодня рассказал тем более пишите и объясню вам источники откуда я это беру то есть я не сам это придумываю это серьезнейшее научное знание или некоторые моменты от мастеров восточной медицины знаменитых то есть мастеров в мире много советую вам обратить на них внимание учиться стараться достичь мастерства в чем-то в своем деле потому что если человек ни в чем не мастер если он не стремится стать мастером хотя бы в чем-то в своей специальности мастером лучшим в мире лучшим в стране лучшим мастером если человек не стремится к этому ну он фактически просто бегает по кругу в своих пороках в своей гордыне вот и все тут больше ничего не скажешь потому что человек открытый будь то или ученый или исследователь или спортсмен и так далее или духовный искатель открытый человек всегда воспринимает факты которые можно проверить доказать можно найти людей которые владеют знаниями то есть искать надо конечно же мастеров или чемпионов если вы ищете в области физического тела ваш поиск идет и так далее то есть учитесь у настоящих людей уважайте настоящих людей настоящих мастеров которые достигли мастерства в своем деле я уважаю своих учителей я люблю их я стремлюсь к их знаниям я всю жизнь исследую обучаюсь у меня нет такого понятия что я всему научился хотя мои знания многим помогают некоторых людей исцеляют очень быстро очень очень быстро и разными методами и простыми методами и методами скажем закрытой медицины закрытой науки ну и так далее много в жизни есть интересного много есть загадочного и спасибо вам если вы дослушали до этого места значит вы тот человек ради которого я все это делаю ради которого я живу провожу ночи в поисках знаний в изучении нового и дай вам вселенная дай вам бог счастья и здоровья все друзья будьте здоровы будьте мудры ищите знания будьте счастливы